Продолжаем собирать новости, которые, как нам кажется, могут определить ход событий ближайшего времени. Первое из них – власти Соединенных Штатов обязали магазины приложений удалить китайский ТикТок и сделать невозможным его скачивание ни в одной операционной системе. Министерство торговли США объяснило этот шаг необходимостью защиты американских граждан от угроз коммунистической партии Китая. Пользоваться уже установленным ТикТоком не запрещается. Вторая новость. Российские медиа сообщили о выделении кабинетом министров страны более 40 миллионов рублей, это порядка 600 тысяч долларов по текущему курсу, на борьбу с воронами на крыше Белого дома. Так называют московскую штаб-квартиру правительства. Птицы подлежат уничтожению. Защитники природы пока не высказали своего отношения к антигуманному решению чиновников. Привет, я Александр Герасимов. Это проект «Оно вам надо». Довольно субъективный разбор основных событий прошедшей недели. Дайте нам минут 40-50 вашего времени и в обмен получите достаточной информации для того, чтобы чувствовать себя персоной, глубоко разбирающейся в текущей политике. Ну, или почти глубоко. А если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот что обсуждаем сегодня. Навальный грех. Кремлю придется ответить за покушение на убийство лидера оппозиции. Лукопожатие в Сочи. Что осталось за кадром переговоров президентов России и Беларуси? Нам бы день простоять, да ночь продержаться. За три дня голосования губернаторами стали все путинские ставленники. Зеленые человечки. Теперь и на Венере? Американские ученые обнаружили следы внеземной жизни. На этой неделе Алексей Навальный, выкарабкавшийся из могилы после отравления в Сибири боевым отравляющим реагентом новичок, опубликовал свою фотографию в окружении семьи из палаты берлинской клиники Шарите. Судя по тому, как он выглядит на фото, можно предположить, что здоровье довольно быстро возвращается в его 44-летний организм. Как долго он пробудет на надолечивании, не сообщается. И пока, наверное, кроме самого Навального, никто не понимает, чем он будет заниматься после выписки из больницы. Впрочем, даже если он решит отойти от всех политических дел, сегодня можно уверенно говорить о том, что его фамилия гарантированно останется в современной истории, рядом с фамилией Путина. Люди которого сделали все, что могли для того, чтобы еще выше продвинуть Россию в списке стран-изгоев. Европейский парламент на прошедшей неделе принял резолюцию, призывающую пересмотреть отношения с Россией, а Германия, главный европейский друг Кремля, уже реально начала это делать. По крайней мере, давно запланированный официальный визит министра иностранных дел Лаврова в Берлин перенесен на неопределенный срок. В Германии, куда по недогляду или по ошибке Кремля привезли умирающего Навального, отношение к этой истории особое. Достаточно вспомнить, что несколько дней назад канцлер Ангела Меркель сказала, что это преступление направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые отстаивает цивилизованный мир. Еще несколько месяцев тому назад услышать от нее такие слова было просто нереально. Они понимают, насколько мала Европа и насколько опасно то оружие, которое было применено против блогера, как говорят, оппозиционного блогера в Кремле. Просто-напросто количество переходит в качестве. Их уже достали вот эти непрестанные обманы, разводки. Ну и, откровенно говоря, определенная дипломатическая, так это можно выразиться, мягкость собственного правительства по отношению к Путину. Конечно, в Бундестаге, конечно, в Бундесканцлерамте не все шрёдеры. Более того, шрёдеры – это единицы. Но этот позор, он сильно влияет на настороженность и создает ту самую критическую массу, которая, как мне кажется, сейчас уже достигает опасного предела для Кремля. Я первое время тоже немножечко подпрыгнул, потому что такой резкости заявлений от Бундесканцлерин, в общем, чего-то я на своей памяти проживания в Германии не помню. Я не могу сказать, что имя Алексея Навального до этого так уж часто упоминалось. Но кому полагалось знать по роду службу, кто следил за Россией, те, конечно, знали, кто такой Навальный. Ну и русские, которых здесь почти 3 миллиона, так или иначе, с русскими корнями, они тоже, наверное, скорее всего, слышали. Но вот такое упоминание, когда, ну не просто «Ну ладно, Шпигель», «Ну ладно, жёлтая газета Бильд», «Ну ладно, журнал Фокус», где отделом России вообще Борис Райтшустер руководит, человек, который очень много прожил в России и всё её прекрасно знает изнутри. Но когда ты читаешь сайт газетов по САУ в небольшом немецком городке, главная новость – это отравление Навального, главная новость – это Навальный в Шрите. Так вот, такое внимание, такой интерес и такую жёсткость всё случившееся с Навальным приобрело благодаря тому, что покушение на убийство было совершено тем способом, который запрещен всеми конвенциями по запрете, простите меня, тавтологию химического оружия. Оказывается, в России есть химическое оружие, оказывается, кто-то его производит, а поскольку мгновенно, разумеется, всплыл и случай Скрипалей, который очень детально здесь показывали, а затем вся череда очень странных отравлений в России, так вот, встал вопрос. Простите, а что вообще такое творится в России, что используется химическое оружие для расправы с политическими оппонентами? Слушайте, немецкие медиа пишут, что в случае принятия такие решения о создании санкционного списка Навального, первых кандидатов на зачисление в него долго искать не придётся. Ими будут герои коррупционных расследований Фонда борьбы с коррупцией. Первым, видимо, станет бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, проходивший у Навального под кличкой Димон. За ним там могут оказаться миллиардеры Абрамович, Усманов, вице-премьер Шувалов и многие-многие другие ребята из путинской команды, о нечистых делах которых рассказывал в своих проектах Навальный. Впрочем, в их тусовке к разного рода спискам давно привыкли, и в путинской Москве даже стало хорошим тоном гордиться этим. Кто не в списке, тот недостаточно лоялен вождём. А вождём, надо сказать, по большому счёту пока всё сходит с рук. Ни оккупация Грузии, ни аннексия Крыма, ни война в Сирии, ну, никак глобально не отражаются на позициях Кремля в общей структуре мира порядка. Многим что сходило с рук великим деятелям, начиная от Александра Македонского и заканчивая, знаешь, ходить бывает склизко по камушкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим. И тому человеку, который определял судьбу в Германии в середине 20 века, тоже до поры до времени всё фантастическим образом сходило с рук. И он тоже уверился, что он абсолютно богоизбранный. И на разговор с Махатмой Ганди он, правда, не ссылался, было бы странно. Вот он что более великого человека, чем он просто в мире не существует. То есть сходит с рук до поры до времени. То, что касается отношения Запада, то нужно понимать ловушку, которую Запад великолепно видит. Никто не хочет таких развалов громких, как развалился Советский Союз. Кому тогда попадёт ядерное оружие? То есть пережать вот этот вот коллективный Запад всегда боится. И он видит очень мало возможностей, как он реально может повлиять. Единственное, что сейчас могу сказать, вроде бы складывается консенсус, насчёт того, что санкции должны быть очень точечные. И не только в России, но уже здесь всё больше и больше поговаривают о том, что вот нужно смотреть, это немыслимая вообще вещь для Европы, ограничить свободу передвижения тем людям, которые ассоциируются с режимом Путина. Но, повторяю, у Запада не так много простора манёвра. Что он может сделать? Как он может отреагировать? Порвать дипломатические отношения, отослать послов. Следующий шаг – это война. И Запад же очень прагматичен. Всё равно до тех пор, пока Германия обеспечивает столько на 48 или 47% своих энергетических потребностей, возобновляемые источниками энергии, до тех пор, пока в Германию возят, ладно нефть и газ, а возят, между прочим, российский уголь. Германия до сих пор импортирует российский уголь. Он до сих пор присутствует в энергопроизводстве Германии. Вот пока всё это существует, пока идёт даже не реальная политика, идёт реальная экономика, вот Запад будет очень осторожно реагировать. Мы уже почти 20 лет здесь, и мы поняли, почему они не прекращают продавать сельхозпродукцию с плантацией без контроля. Ты проезжаешь, смотришь тыква, цветы, клубника, набираешь и на честность бросаешь в копилочку денежки. Если ты идёшь и, допустим, что-то увидел и подобрал, и тебе говорят, это ваше, и ты вдруг нагло скажешь, это моё, тебе поверят. Да, это на слово. То есть вопрос протестантской морали и вопрос порядочности для многих в жилах, в крови и даже в вопросах политики. Нет, они не наивные, они не глупые, но они всегда на первое место ставят презумпцию невиновности. Человек сказал, что он этого не делал. Человек не может быть таким законченным негодяем. А уж потом, постепенно, вот как сейчас у нас это происходит, ты, наконец, махаешь рукой и смотришь на этого человека как на нелюбие, может быть. Во всяком случае, руку ему подать уже не хочешь. А мне вот хочется подать и пожать руку американским профессорам, которые выдвинули на этой неделе Алексея Навального номинантом на получение Нобелевской премии мира. Понятно, что эта премия – штука сугубо конъюнктурная, как правило, к миру отношения не имеющая, но ее получение автоматически меняет статус человека колоссальным образом. Я тут на странице фейсбука Сергея Ерофеева, сотрудника одного из университетов, который номинировал Навального, прочитал замечательный пассаж, под которым готов подписаться немедленно. Он говорит, что премия – это инструмент политических игр, и наградить ее сейчас Навального значило бы правильно воспользоваться этим инструментом в борьбе хотя бы за его физическое выживание. А миллион долларов, который полагается к премии, равняется той самой сумме, которую он должен выплатить по решению суда путинскому повару Пригожину по делу ФБК. Клин клином вышибают. Заплатить деньгами Нобелевской премии мира человеку, финансирующему тролли и боевиков, было бы кульминацией абсурдного цирка, в который превратилась система Путина. Жаль, что такой сценарий останется только на бумаге. Было бы красиво, да? Беларусь. На этой неделе окончательно определились роли и позиции основных политических игроков относительно диктатора Александра Лукашенко. С требованием отставки которого и проведения новых, открытых и честных выборов вот уже полтора месяца, как выступает белорусская оппозиция. Европейский Союз не признал Лукашенко легитимным президентом страны. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что результаты выборов 9 августа, на которых якобы победил действующий пока президент Беларуси, сфальсифицированы. Президент России Путин признал Лукашенко победителем выборов, о чем доложил миру на встрече с ним в Сочи. Как и полагается классическим диктаторам, переговоры президентов прошли за закрытыми дверями и информации об их содержании до сих пор практически никакой нет. Ну, сообщение о том, что Москва выделит Минску кредит в полтора миллиарда долларов не стало новостью, об этом много говорили накануне, а заявление об отводе от границы российского резерва силовиков, который был организован по просьбе Лукашенко на случай развития ситуации по революционному сценарию, это заявление не проверишь. Никто достоверно не знает, где и в каком составе этот резерв располагается. Все остальные темы остались нераскрытыми. Вот что совершенно очевидно, так это то, что поездка Лукашенко в Россию никак не отразилась на настроениях все еще возмущенных белорусов. Как говорят коллеги из Минска, протестное движение после сочинских переговоров сворачиваться не собирается. На данный момент мы не заметили, что протесты спадают, а энергия лидеров оппозиции исчезает. Они кажутся весьма мобилизованы из-за совершенной несправедливости, которая продолжается. Насилие медленно нарастает. Мы видим отчеты о насилии даже против протестующих женщин, то, чего раньше не было. Я думаю, что Путин стоит перед реальной дилеммой. Если он вмешается в эту историю с военной силой, он будет осужден всем внешним миром, даже в большей степени, чем сейчас. Если он не будет вмешиваться, и если протесты усилятся, и Лукашенко будет свергнуть, это означает потерю в кавычках Беларуси для российской сферы влияния. Это снова будет вторая Украина, и я думаю, что он действительно не может себе этого позволить. После Украины, которая была как внутренней, так и внешней проблемой для Путина, Беларусь, которую многие россияне, насколько я понимаю, считают почти частью России, даже больше, чем Украину, это будет серьезной потерей для его престижа и имиджа в России. И я не думаю, что он может себе это позволить как по внутренним, так и по внешним причинам и собственного представления о роли России и своей роли в мире. Сам факт того, что Путин вписался за Лукашенко, он будет усиливать антироссийские настроения. То есть, если были какие-то иллюзии в августе, в начале протестных явлений в Беларуси, что Россия каким-то образом может повлиять на Лукашенко, принудить его к какому-то диалогу, то сейчас этих иллюзий уже нет. В свою очередь, вот эта вот поддержка, причем открытая и военная, и финансовая, она будет способствовать тому, что нация как таковая будет консолидироваться, будут расти антироссийские настроения и протесты, и это будет усиливать только лишь белорусское движение. С моей стороны-то иллюзий никаких не было, что Путин будет действовать именно так, как действует, потому что для него союзником не является белорусский народ, тем более, что русские пропагандисты отрицают факт существования белорусского народа, они считают, что это часть русского народа, и стремятся при посредстве пропаганды, помощи Лукашенко задавить вот эту белорусскость. Ну, естественно, это будет приводить к совершенно другому эффекту. Сейчас все боятся, ну, любой уважающий себя политик будет опасаться говорить слово «интеграция», я имею в виду из оппонентов Лукашенко, будет опасаться говорить о том, что в России ситуация политическая лучше, чем Беларусь. И вот на этом фоне, конечно, выглядят совершенно безумными интервью Валерия Цепкало и Вероники Цепкало, которые там пели, практически поют дифирамбы России, они фактически себя уничтожают как политики. То есть любое высказывание в адрес российского руководства, которое бы имело позитивный контекст содержания, оно воспринимается крайне негативно. Если посмотреть на заявления новой оппозиции, прежде всего представителей Координационного совета, они достаточно такие пророссийские, скажем так. Ну или дружелюбные по отношению к России подчеркивается, что новая власть будет уважать стратегические интересы России, а Беларусь не будет выходить из интеграционных проектов, которые в свое время Россия инициировала, но прежде всего из проектов Евразийского экономического союза и ОДКБ. И в целом вот эта новая оппозиция готова к контактам с Кремлем для того, чтобы обсудить вот как раз вот этот трансфер власти и будущее Беларуси без Александра Лукашенко. Знаете, глядя со стороны на дружбу Путина и Лукашенко, пока все выглядит так, что без нынешнего белорусского президента у Кремля политический пассианс не складывается. Не хватает некоторых карт и обстоятельств. Полагаю, именно о них президенты говорили во время секретного четырехчасового разговора в Сочи, о котором практически никому ничего не известно. Однако, зная общий контекст ситуации и характера героев довольно несложно реконструировать и мизансцену, и диалоги политической мелодрамы во время бархатного сезона на берегу Черного моря. Есть много интересных вещей тактических и стратегических. И Владимир Владимирович как раз знает, о чем говорит в этих случаях. Тактические вещи предельно простые. Александр Григорьевич, когда у вас инаугурация? Ну вот я как бы приехал к вам, Владимир Владимирович, давайте вместе определим. Нет, 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 это исключительно ваш вопрос. Я просто интересуюсь. Потому что все знают, что 12, уж полночь близится. Если Германа все нет, то дальше действует не пиковая дама Чайковского, а золушка. То есть в эту самую полночь карета должна превратиться в пикву. А срок легитимности Александра Григорьевича закончится. И не позднее 5 ноября. Поэтому Александр Григорьевич, а когда у вас инаугурация? Ну, Владимир Владимирович, нет, когда у вас инаугурация? И что вы будете делать, когда в день инаугурации выйдут люди? А вы будете их тоже метелить, как и в обычные будние дни? Ну понятно, что у вас девочки ходят по субботам, а весь остальной народ в воскресенье. Но инаугурация будет в будний день. Вы уверены, что никто не выйдет? Потому что от нас же кто-то должен приехать. А кто-то к вам должен приехать в этот день? Ну, Владимир Владимирович, мне бы хотелось, чтобы вы... Нет, Александр Григорьевич, в таких случаях есть госпожа Матвиенко. О, хорошо, у Вас Антимы Ивановны у нас прекрасное личное отношение. Но как вы себе представите, вы представляете, что в этот день, когда приехала главная девочка России, вы будете метелить своих девочек руками своего ОМОНа. Это значит, что она принимает на себя ответственность за все, что он делает. Нет, будьте добры, если вы хотите, чтобы вообще кто-то приехал. Ну, никто же не может не приехать вообще. Да, Александр Григорьевич, да, пожалуйста, как-нибудь. Уйти людей. А что еще, про что нам с вами, Владимир Владимирович, поговорить? А вот, вы знаете, давайте поговорим об экономическом соотношении. Вы ведь уходите? Да. Если бы когда-то обещали нам, что российский бизнес примет участие в приватизации. Чего? Ну, как чего? Приватизации ключевых отраслевых предприятий. Песков запиши. Песков это процитирует дословно. Ключевые отраслевые предприятия. Нет. Чего я вам обещал? Ну, как чего обещать? Отдать контрольные пакеты акций. Их всего там 15-20 предприятий, которые интересуют российским бизнесом. Так как, Александр Григорьевич? Ну, вот в процессе комиссионной реформы. Нет, Александр Григорьевич. До 5 ноября. До превращения в путь. Должен быть начат процесс. Покупатели пакетов акций должны перечислить аванс. До 5 ноября. Собственно говоря, то, что я не прятался под столом. В Песковом у меня нет прямой телефонной связи. Я всего лишь высказываю версию. Владимир Владимирович Путин, насколько я понимаю, это Александр Григорьевич, что Лукашенко терпеть не может с тех давних пор, как сам стал президентом. Нет. А вначале Александр Лукашенко по инерции не понимал, с кем он связался. Вел себя, как с поздним Ельцином. И вообще пытался сконкурировать с Владимиром Путиным за любовь российских избирателей, что абсолютно недопустимо. Потом он испортил отношения со всем окружением Владимира Путина по отдельности и с каждым конкретно. А особенно с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда он был местоблюстителем на посту президента. Лукашенко практически публично унижал его, демонстрируя, что он в принципе всерьез к нему не относится. Постоянные вот эти вот прекрасные лукашенковские эскапады по поводу цен на газ, по поводу нефти и так далее. Нет. Настолько достали Путина, что если бы у него, конечно, была возможность, я думаю, он бы первый, извиняюсь, за ноги бы повесил Александра Григорьевича. Нет. Вместе с белорусскими оппозиционерами. Но проблема Владимира Путина в том, что он ни с какими оппозиционерами ничего никогда вместе делать не будет. И в ситуации, когда его убедили, а явно вся вот пропагандистская белорусская, например, машина работала на одного человека, на Владимира Путина, никого всерьез из белорусов она переубеждать не пыталась. Задача явно была переубедить другого, несколько поруноидального диктатора в том, что в Белоруссии действительно происходит какой-то переворот, инспирированный злобными силами из далекого зарубежья, заокеанскими друзьями, поляками, неважно в данном случае кем, литовцами, в общем, какими-то врагами из НАТО. И после того, как он поверил, у него уже не было альтернатив. Путин придержал Лукашенко. При этом, очевидно, он надеется со временем от него избавиться. То, что полтора миллиарда выделили, ну понятно, что Белоруссия этого даже не получит. Тут были, напрашивались аналогии с такой же подачкой Муковичу в свое время, но тот хотя бы получил эти деньги, да, и потом не вернули. Эти деньги Белоруссии даже не придут. Они пойдут, скорее всего, на реструктуризацию долга, на оплату уже существующих процентов. Еще мы услышали, что, ну или было, по крайней мере, в медиа информация, что этот полицейский резерв распущен, да, он не пригодился. Тоже такой Александру Григорьевичу подарок. Мне кажется, что разговор вряд ли был приятным для него, но мы также понимаем, что мало чего хорошего и для Беларуси будет происходить, в отличие от плана, условного плана Маршалла, который озвучивает премьер Польши, о котором давно писал и говорил «Айсенс». Здесь разговоры совсем о других вещах происходят. И все это происходит на фоне продолжения насилия в Беларуси, даже где-то ужесточения в последние дни этого насилия. Но трудно-трудно до конца оценить результаты на сегодня этой встречи. Мы видим, опять правительственный борт прилетел в Беларусь из России. То есть продолжается заброска каких-то специалистов, советников из Москвы. Вот еще что по поводу Беларуси. Смотрите, сразу после возвращения Александра Лукашенко из Сочи туда прибыла российская десантно-штурмовая дивизия. Они, насколько я понимаю, до сих пор там отрабатывают свои операции, у них там учения. Ну, где еще тренироваться, как не в Беларуси. Светлана Тихановская, считающая себя избранным президентом страны, после сочинских переговоров напомнила Путину, что все договоры, подписанные нелегитимно Лукашенко, будут дезавуированы новой властью. А в администрации президента Лукашенко заявили, что протестное движение затихает, демонстранты проиграли противостояние на баррикадах и угроза силового захвата власти купирована. И самый, на мой взгляд, существенный итог переговоров Путина и Лукашенко в том, что во время его разговора с российским министром обороны Шойгу, белорусский президент заявил о готовности удержать ситуацию не только у себя в стране, но и по периметру границ союзного государства. Цитата. «Можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего отечества от Бреста до Владивостока». Так говорил на этой неделе Александр Григорьевич после встречи с Владимиром Владимировичем в Сочи. Белорусский писатель Андрей Жвалевский на своей странице в Фейсбуке называет Лукашенко «наш бывший». Это определение, а их сейчас у Лукашенко очень много, кажется мне очень точным. В нем и констатация нелегитимности, как свершившегося факта, и признание того, что раньше народ с ним связывали тесные отношения. Это честная формулировка, в ней нет отрицания того, что Лукашенко так долго позволяли руководить страной. С этим прозвищем перекликается и один из протестных плакатов «Не твоя, вот и бесишься». Однако это расставание не из тех, когда бывшему хочется позвонить под влиянием алкоголя. Лукашенко хотят сказать «до свидания» и забыть о нем навсегда. Наименование властителя вообще стало одной из главных черт этого протеста. Это неудивительно. Мы видим здесь знакомый, сказочный, но на самом деле правдивый мотив. Чтобы победить противника, его надо обозначить. Не случайно герои Гарри Поттера, книги, которую белорусская таможня, кстати, проверяла на наличие призывов к свержению режима Лукашенко, так боятся имени Волан-де-Морта. Произнесешь, и он материализуется. За время протестов у Лукашенко появилось столько наименований, что из них можно составить целый словарь. Условно их можно разделить на три типа. Первый, отражающий некогда близкие отношения к этой категории, можно отнести и формулу «наш бывший» и знаменитое прозвище «Батька», которое, безусловно, заиграло новыми красками. Интересно, что сами белорусы не называют Лукашенко «Батькой». Это прозвище он дал себе сам, а после его подхватили российские медиа. Как пишет белорусская журналистка Ирина Халиб в августе 1994 года в одном из первых интервью российским журналистам, Лукашенко скромно сказал о себе «Я батька». И слово прижилось у россиян. Халиб считает, что в этом есть что-то пренебрежительно-снисходительное. Ведь не звали же «Батькой» ни Ельцина, ни Путина. «Батька», по ее мнению, слово не для обозначения главы государства. Это сельский староста или, в лучшем случае, губернатор. Провинция, далекая от метрополии. Или близкая. Конец цитаты. Не случайно в частом использовании этого прозвища на нынешних провластных митингах видят российское влияние на белорусские медиа. Лукашенко сам признавался, что призвал журналистов из России на помощь заменять забастовавших телевизионщиков и государственных каналов. «Батька» – признак присутствия россиян. Белорусы называли Лукашенко «Лукой», а в последние несколько месяцев – Сашей 3%. Вторая группа наименований связана с именами известных диктаторов. В соцсетях можно увидеть такие прозвища, как Адольф Григорьевич, Лукашеску, по аналогии с Чаушеску, Лукадафи, по аналогии с Каддафи. Популярность приобрело и прозвище «пюрер», в котором соединились фюрер и картофельное пюре. Называют Лукашенко также совхозенфюрером, бульбофюрером и агрофюрером. К агропрозвищам можно также отнести наименование «тракториссимус». Наконец, третья группа прозвищ указывает на нелегитимность президента. «Саша 3%», «таракан», прозвище, которое дал ему блогер Сергей Тихановский, «вброшенный президент». Интересная закономерность. По мере развития протеста наименования Лукашенко все больше смещаются в плоскость смешного. Одно из последних прозвищ «крепкий картошек» – отсылка к знаменитому «перехвату» между Варшавой и Берлином, в котором комплит «Ленац» было переведено как «крепкий орешек». Парадоксально, но чем более устрашающие действия предпринимает Лукашенко грозится закрыть границы, сажает в тюрьму оппозиционеров, продолжает пытки, тем его прозвище становится смешнее, а народный юмор активнее. Не случайно столько мемов появилось после его разговора с Путиным. Несмотря на то, что белорусам не дают цивилизованного развода, они уже не мыслят себя вместе. Лукашенко – их бывший. Слушайте, на этой неделе в России были подведены итоги так называемого «Единого дня голосования». С 11 по 13 сентября граждане в течение трех дней, вероятно, и ночей тоже, выбирали себе региональных начальников и заседателей в местную представительскую власть. Кремль сделал основную ставку на выборы губернаторов субъектов федерации и выиграл со счетом 18-0. Ни один из соперников путинских ставленников не набрал маломайски приличного количества голосов. По мелочам на уровне городов власть позволили оппозиции занять несколько мест на законодательной ветке. И смотрите, как выглядит общая картина по стране. Путинская партия «Единая Россия» получила большинство во всех 11 региональных законодательных собраниях, споткнувшись только в Томске, где это большинство не стало абсолютным. И, конечно же, удивительный результат получился на выборах губернаторов. 13 из 18 победивших ставленников Путина показали более 70% голосов, а шестеро из них взяли вообще более 80%. То есть их политическая святость оказалась выше путинской на уровне Александра Лукашенко. У меня сразу в голове щелкает, собственно, зачем нужна вот эта коннотация с Лукашенко, ведь она же явно негативная. Но почему-то считается, что Лукашенко, Путин и все выстраиваемые вокруг них системы, как раз она правильная. Она должна продемонстрировать вот эту жесткую возможность набирать 80-90% и отстаивать этот результат вот именно таким жестким силовым путем, потому что только такой подход позволяет вести в стране ту политику, которую оба лидера проводят. То есть недемократическую и патерналистскую, так мягко ее назовем. Поэтому зачем губернаторы ведутся на эту же историю? Зачем нужно региональному лидеру набирать больше, кстати, чем, собственно, Путину? И тем самым, кстати, вызвав, я так понимаю, гнев начальника? Большой вопрос. Потому что, еще раз, если придут к Путину, то понятно, что там будет такой сценарий как бы, да, ля Лукашенко. А вот если придут к губернатору еврейско-автономного округа, да, то я очень сомневаюсь, что в ЕАО найдутся такие силы ОМОНа, чтобы отбивать этого 90-процентного губернатора от народа. Меня мои американские соседи, приехавшие сюда из России, спрашивают, а что Путин на родине-то избиратели по-прежнему любит? Все так же крепко, как и после захвата Крыма. А вот там им все это зачем надо? Знаете, судя по тому, что показывают независимые социологические исследования, это не совсем так. Рейтинг доверия Путину и его институции медленно, но уверенно ползет вниз. Если верить агентству Левада-Центр, за последние три года он упал в два с половиной раза и сейчас не превышает 25%, что довольно успешно компенсируется, как-то видно по итогам последнего голосования, правильно организованной процедурой выборов. За три дня и три ночи в России можно горы свернуть безо всякой любви к вождю. Я понимаю, что для тех людей, кто смотрит ваши эфиры в Соединенных Штатах или в Европе, они вообще не понимают, в чем проблема того, что люди голосуют три дня. Ну, три дня и три дня. Проблема заключается в том, что все, кто за последние почти 30 лет принимал участие в российских выборах, прекрасно понимают, что многодневное голосование, опыт которого уже был в России в качестве досрочного голосования, применяется исключительно для того, чтобы приводить подконтрольных администрации людей на участки и контролировать их голосования с одной стороны, а с другой стороны для того, чтобы просто полностью фальсифицировать, даже без всякого привода людей, выборы, впихивая туда бюллетени, потому что теперь это совсем просто сделать. Теперь даже ни в какие конверты упаковывать не надо бюллетени, что раньше нужно было каждый бюллетень в отдельный конверт упаковать, потом ночью подменить эти конверты свидетелями, чего мы многократно были, то теперь даже это не нужно, теперь все это хранится прямо целыми пачками. Поэтому задача вот этого введения трехдневного голосования и досрочного двухнедельного голосования только в том, чтобы подменить итоги настоящих выборов. Вообще я думаю, что управление внутренней политикой Кремля должно быть довольным итогами этого голосования сентябрьского, потому что основные задачи они решили. Путинская система непоколебима, все 18 губернаторов переизбраны должным образом, некоторые с результатами, которые превышают даже путинские цифры и цифры этого летнего так называемого полибисцита. А на местном уровне кое-где появились сюрпризы, в частности вот у нас в Сибири, в Новосибирске и в Томске я называю такие оазисы, где на уровне местного самоуправления несколько несистемных человек, это общественники, экологи, защитники животных, несколько людей из структуры Навального получили мандаты. Но надо прежде всего сказать о том, что местное самоуправление по нашей изуродованной конституции это уже встроенное во властную вертикаль, структура это никакая не самостоятельная, и мандаты эти без полномочий. Если мы собираемся говорить об устойчивости российского режима, мы должны подумать о разнице между способностью режима контролировать выборы, которые чрезвычайно высока, и способностью режима завоевывать сердца и умы избирателей или использовать выборы для легитимности, которые все ниже и ниже. И одна из вещей, которые я вижу в результатах этих выборов, насколько усердно режим работает для получения этих результатов. Я думаю, что это является действительно важным моментом. Они все больше полагаются на манипуляцию, чтобы добиться этих результатов, и вынуждены работать усерднее и усерднее с каждыми выборами. Немало регионов в России, где считают плюс-минус достоверно, либо не умеют, либо часто меняются губернаторы и не хочется рисковать кому-то подставляться. А есть территории, вот Тамбовская область или Краснодарский край, где, конечно, на благоэкспертов достоверность официальных итогов, она несколько ниже. Она хромает, прямо так скажем. Но поскольку политические партии какой-то серьезной борьбы здесь не вели, в целом выборы довольно быстро забылись, и серьезные попытки оспорить итоги голосования не произошли. Не то, чтобы совсем не было прецедентов, два года назад в Приморском крае отменили итоги выборов из-за очевидных фальсификаций, хотя отменили так не в пользу никого из кандидатов. Понятно, что трехдневные выборы, они создают определенную зону рисков, связанную с тем, что не может три дня один наблюдатель и три ночи, не отходя, на какие-то технические нужды находиться и что-то контролировать. Риски здесь понятны, но большого какого-то всплеска активности со стороны протестующих не возникло. Скорее власть сама пытается разобраться с тем, что произошло. Знаете, вот еще о чем надо сказать. Эти выборы показали довольно высокий уровень кремлевского политического креатива, обслуживающего действующий режим. Ну а что? Помнится всего в начале этого года. То есть 9 месяцев тому назад в Москве начались шевеления по поводу образования нескольких новых партий. Говорили, что их будет не менее десяти. Потом все разговоры как-то захлебнулись волной пандемии коронавируса. Всем стало не до партстроительства. А нет. По итогам прошедших выборов три партии из четырех преодолели 5-процентные барьеры в региональных законодательных собраниях и получили право участвовать в выборах в Госдуму на следующий год без сбора подписей. Вы что, слышали о партии «Новые люди»? А «Зеленая альтернатива» вам о чем-нибудь говорит? А как насчет российской партии «За правду»? Я вот тоже с ними не был знаком до этих выборов. Теперь все они практически получили статус федеральных политических организаций со всеми вытекающими. Цель по-прежнему в России оправдывает средства. Это абсолютно политтехнологический проект администрации президента. Опять же, не знаю, насколько будет понятно иностранным слушателям, что могут создаваться искусственно политические партии, в которых на самом деле не существует таких партий, которые ведут работу на местах. Есть такие политики, которые объединяются в «Новые партии». Этого ничего нет. Это абсолютно параллельная реальность искусственной абсолютно организации. Завешиваются баннерами, завешивается все рекламой этих партий. Да, и они получают голоса избирателей. Потому что люди не хотят голосовать за партию власти. И пропагандистскими способами вдалбливается, что вот есть такая альтернатива голосования за такие абсолютно фейковые партии, которые, безусловно, конечно, будут поддерживать политику Путина и политику власти в тех парламентах, куда они прошли. Слушайте, очень похоже на то, что технология Алексея Навального «Умное голосование» не очень-то и сработала на прошедших выборах. Наблюдатели говорят о том, что провести своих людей в местные ЗАГС собрания оппозиции удалось только в Томске и Новосибирске. Не сработало даже его постоянное присутствие в лентах новостей по поводу отравления и последующего возвращения к жизни. При этом, вне всякого сомнения, покушение на Навального основательно укрепило его место среди российской несистемной оппозиции. Как этим распорядиться сам Навальный, пока неизвестно. Это был такой тренинг для всех, имея в виду выборы следующего года, но выборы в кавычках, я всегда говорю, тем не менее будет формирование нашего псевдопарламента, а это уже вещь серьезная. И вот по моим представлениям, туда-то никого не подпустят из вот таких людей, кто сейчас себя проявился, любой ценой будут не пускать, не регистрировать, давить, давить, давить. Поэтому мы сейчас анализируем, и понятно примерно, что будет дальше. Но слава богу, поправляется фронтмен нашей оппозиции, Алексей Навальный, который стал резко международной фигурой, о котором говорят и в Европе, принимает решение Европарламент. Я думаю, и в Америке тоже заметили, что у Путина появился явный, на фоне ослабевающего Путника, явный оппонент серьезный. И я думаю, что он что-то соорудит, может быть, не борьбу за парламентские мандаты реальную, но обстановку политической борьбы, в которой люди, надеюсь, проявят себя в какой-то мере, как белорусы сегодня. Навальный, несмотря на то, что последние годы немало ездил по регионам, на мой взгляд, такой территориальной региональной повесткой до конца не пропитался. Он остался политикой федеральной риторики, нескольких федеральных тезисов, часто резонансных, тема коррупции, например. Но все-таки, так или иначе, немалое количество избирателей интересует, прежде всего, своя приближенная повестка. И какого-то вкуса к этому фонд борьбы с коррупцией и сторонники Алексея Навального не продемонстрировали. Поэтому, с другой стороны, и символом сопротивления режиму он не стал, поскольку общество, естественно, видело события вокруг Навального, но воспринимало их разноречиво, примерно, как в свое время историю с малазийским Боингом. В принципе, и раньше-то все-таки, наверное, не тянул прямо на лидера. То есть, это все-таки была такая персонифицированная вождистская фигура. То есть, был там, условно говоря, вся миллион людей, которые Навального любили, слушали, смотрели его передачи. Но политически он не мог всегда преодолеть вот этот вот свой культ-миллионник. И чтобы быть лидером сегодня, нужно консолидировать. Что такое лидер? Это человек, который может договориться и консолидировать какие-то маргинальные, пограничные группы для себя. То есть, что он говорит, договориться с коммунистами, договориться с националистами, договориться даже с какими-то единороссами и так далее. Но фактически отравление, может быть, даже и на руку сыграло, потому что сейчас такое к нему отношение со всех сторон умеренно жалостливое, что пусть человек сначала поправится, пусть он придет с себя. А эта позиция, она позволяет как-то мягче. То есть, уйти от этой жесткой риторики, которая была до отравления, что давайте все гнобить Навального, как агента Запада. А тут как-то к нему отнестись с сочувствием, тихо, спокойно поговорить. Но, тем не менее, я думаю, все равно у него достаточно низшего позиционирования, которое вряд ли до Госдумы сумеет вылиться в какое-то лидерство. Поэтому вот Навальный со своим верным полком – это такой, мне кажется, декабристский образ, то есть какого-нибудь такого адъютанта и гусара конкретного полка, который свой миллион под штык всегда поставит, но недостаточно именно под какого-то глобального лидерства. Если брать тех оппозиционных политиков, которые находятся в России, находились сейчас, не в России, на мой взгляд, Навальный являлся безусловным лидером и по медийности, и по своей поддержке. Другое дело, что в нынешней путинской России достаточно сложно замерить твою реальную поддержку. Я не думаю, что прошедшее умное голосование и даже локальные успехи штабов Навального показывают, что у него есть серьезная народная поддержка. Но, тем не менее, это оппозиционный политик в России номер один, нет никаких сомнений. Что касается объединения оппозиций, но все-таки оппозиция в России, а, очень разная, и, б, очень часто к оппозиции причисляются совсем странные люди, которые никакой оппозицией не являются. И вообще борьба с «Единой Россией» – это в некотором смысле ложное целеполагание, потому что «Единая Россия» не является политическим субъектом. Это такая функция в целом в путинской диктатуре. И основной упор, как бы, увод всего негатива, всего протеста не против Путина персонально, а против вот этой функции, которую можно в любой момент поменять вывеску. Но мне кажется, стратегически это неверно. Ну, «Единая Россия», судя по поствыборным заявлениям, не намерена никому уступать позицию правящей партии, что, впрочем, довольно трудно сделать сложившейся политической конструкции, когда не очень важно, как голосуют, важно, как считают голоса. Тем не менее, лидер «Единороссов», бывший президент Медведев на этой неделе заговорил о безусловном доходе в России, ну, некой минимально гарантированной сумме, выплачиваемой каждому гражданину страны, независимо от его возраста, социального статуса и материального положения. Ну, на манер некоторых арабских стран, где часть нефтяных доходов государства перераспределяется среди населения. По уровню популизма эта идея способна переплюнуть все мыслимые политические и экономические программы всей оппозиции вместе взятой. На халяву, как известно, в России и уксус сладок. Думские выборы должны пройти осенью следующего года. Знаете что? При всей актуальности и важности для нашей планеты событий прошедшей недели, а может быть даже и прошедших месяцев, о которых мы вам рассказывали в нашем проекте, я бы назвал новостью года. Сообщение международной команды ученых из Массачусетского технологического института об обнаружении некоторых признаков наличия жизни на Венере. В атмосфере которой аппаратными способами нашли довольно редкое химическое соединение газ-фосфин. На Земле его можно получить либо в результате химических реакций на производстве, либо обнаружить в природе, ну после ударов молнии или извержения вулканов. А также, это самое интригующее, фосфин может вырабатываться как продукт жизнедеятельности живых организмов. На Венере, как говорят ученые, этого газа в избытке. Его обнаружили в облаках на поверхности планеты. В рамках существующих знаний биологическое существование невозможно. Там довольно жарко, около 500 градусов по Цельсию. Впрочем, как говорят ученые, какая разница где. Главное, что у человечества появился шанс узнать что-то принципиально новое о Солнечной системе. Вообще-то, если кто не в курсе, Венера, несмотря на внешнюю схожесть с Землей, абсолютно не приспособленная для жизни местечко. Постоянная невыносимая жара, давление около сотни атмосфер, практически отсутствующий кислород и облака из серной кислоты. Это только малая часть всех радостей, несовместимых с нашим пониманием приличной жизни. Но тем не менее, ученые говорят, что следы есть. Я планетарный фотохимик. Меня интересует происхождение, эволюция, продолжительность и обнаружение жизни здесь, на Земле и в других мирах. Моя роль в этом конкретном открытии заключалась в том, чтобы вычислить время жизни фосфина в атмосфере Венеры с целью попытаться понять, сколько фосфина нужно генерировать тем или иным механизмом, чтобы объяснить его обнаружение. Вы знаете, что есть три фундаментальных дисциплины, о которых мы обычно говорим в своего рода традиционном академическом сообществе – химия, физика и биология. Мы определили множество универсальных законов физики, мы определили множество универсальных законов химии. У нас до сих пор нет универсальных законов биологии. Это своего рода большая зияющая дыра, которая у нас есть в теоретическом понимании одной из основных отраслей человеческого знания. Если мы сможем обнаружить другую биосферу, и если мы сможем охарактеризовать ее, изучить ее и извлечь уроки из нее, мы действительно сможем в геометрической прогрессе обрести наше понимание биологии как дисциплины. В былые времена в филиал Ада на Венере довольно регулярно летали космические аппараты, в основном советские. Причем один из них даже опустился на поверхность и проработал в течение часа, прежде чем был раздавлен атмосферой и сгорел. Видимо, это обстоятельство стало поводом для очередной вербальной шалости главного в России по космическим вопросам Дмитрия Рогозина, заявившего на этой неделе, что Венера — это русская планета. По-моему, фраза тянет на мем недели, нет? Русская, не русская, но руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн уже сказал, что поиски жизни на Венере должны стать приоритетом в работе американского космического агентства и весьма высока вероятность того, что уже в начале следующего года на подготовку миссии для поиска следов внеземной жизни будет выделен грант в размере полумиллиарда долларов. Российский проект Венера-Д, разработка которого ведется не один год, пока на такие масштабы поддержки рассчитывать не может. А еще в этой связи скажу я вам, название «Новость года» может претендовать и сообщение о том, что российский миллиардер Юрий Мильнер готов профинансировать поиски жизни на Венере из своего собственного инвестиционного фонда. Деньги будут выделены именно той группе ученых, которые собственно и обнаружили газфосфин. Господин Мильнер, в прошлом выпускник физфака МГУ, известен своим практически стопроцентным чутьем на успешные проекты. В его посложном списке такие истории, как Mail.ru, Одноклассники, Facebook, Whatsapp, Twitter, Telegram и многие другие, в которые он вкладывал деньги на ранних фазах их становления. То, что называется стартап. Его многие миллиарды оттуда. Обидно, конечно, что у американских ученых есть вся материальная база и все возможности проводить такие исследования. Я думаю, если бы Мильнер захотел профинансировать такие исследования в России, он бы для начала не нашел бы университета, не нашел бы базы, где можно это было бы разместить команду исследователей или распределенную команду исследователей, которая бы могла успешно работать из России. Но это индикатор того, что в России кризис науки и образования высшего образования в целом. Потому что бюрократизация университетов, она чудовищная. Политизация университетов чудовищная. А все-таки ученые нуждаются в свободе. Это советская власть даже понимала, когда были отдельные анклавы типа МФТИ, Бауманки, Академгородков различных в Новосибирске, в Дубне, где люди абсолютно свободные от чиновничьего ока занимались исследованиями. Да, сейчас такое сложно представить, потому что над любым ученым стоит просто десятки чиновников просто даже администрации родного университета. Всякие научные отделы, учебные отделы, десяток проректоров, в лучшем случае десяток, бывает и пятнадцать. Ректор, министерство, в Академии. Первый отдел, безусловно. Куда же без него? О проекте фонда Breakthrough Initiatives я не могу говорить, потому что а. Я не знаю, насколько публичная информация, которой я обладаю. Б. Я сам не знаю всех деталей. Могу сказать, что в целом проект фонда Breakthrough Initiatives действительно отличная идея поддержки научных достижений группы ученых. Бывают проекты, где риски невелики. Вы знаете, что вы от этого обязательно что-то получите, что-то надежное. Но это также означает, что вы не измените мир. А Breakthrough Initiatives делают противоположное. Такое финансирование сложно найти, потому что очень высокие риски. Это исследование имеет высокий шанс провалиться. Но если оно не провалится, у него есть реальный шанс изменить то, как мы думаем о мире, представляем наш мир. Это действительно изменит все. Смотрите еще какая штука. Понятно, что российская наука вообще и космонавтика в частности сегодня не в состоянии как-то адекватно встроиться в международную команду по поиску жизни на Венере. На собственный проект нет ни денег, ни сил. Быть малой частью большого интернационального проекта гордость Кремля и Рогозина не позволяет. Да и вообще государство, которое контролирует все и вся, не до Венеры. Крым охранять надо, в Беларуси черт что, в Сирии неспокойно, опять-таки. А вот что называется опустить не в меру активных конкурентов, это всегда пожалуйста. Смотрите, следом за известием об обнаружении следов жизни на Венере, в российских медиа появились многочисленные интервью около научных персонажей, утверждающих, что эту жизнь занесли советские зонды, коих туда, на Венеру, упал не менее 10 штук. Других космических аппаратов земного происхождения там никогда не было. Руки в советские годы мыли нерегулярно, санитайзеров не в пример нынешнего времени тогда и вовсе не было. Вот коммунистические микробы и долетели до прекрасной планеты, где не только сохранились, но и преумножились. А Россия, между прочим, наследница СССР, так что и микроб тамошний российский. И изучать его, в общем-то, не очень-то и надо. Здесь своих с избытком. Да и Мельнер мог бы быть более патриотичным, несмотря на весь свой пан-глобализм. Да, и вот еще что. Тот самый проект Венера-Д, в показаниях, по которому путается Дмитрий Рогозин, то с американцами лететь собирается, то без них может благополучно скончаться и без Роскосмоса усилиями около кремлевских охранителей. В 2014 году его уже закрывали из-за санкций по Крыму, потом приостанавливали санкциями Скрипалей, если же Соединенные Штаты ведут санкции из-за отравления Навального, проект может тихо умереть сам собой, по случаю отсутствия, как говорят мои космические друзья, элементной базы для строительства аппарата. Вот так. Если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Пока. Увидимся. Продолжение следует...